Новый Титаник 2 китайского производства спустят на воду в 2022 году. Титаник 2 – закрытый проект океанского лайнера, представляющего собой копию британского трансатлантического парохода Титаник. Проект был анонсирован австралийским бизнесменом и политиком Клайвом Палмером в апреле 2012 года. Предполагалось, что Титаник 2 станет флагманом основанной Палмером круизной компании Blue Star Line, получившей свое название в честь судоходной компании White Star Line, в составе которой находилось оригинальное судно. Предположительной датой спуска лайнера на воду изначально был объявлен в 2016 году, однако впоследствии дата была изменена на 2018 год, но затем до 2019 года. Позже стало известно, что лайнер будет спущен на воду в 2022 году. К 2013 году более чем 40 тысяч человек изъявили желание приобрести билеты на этот лайнер. В феврале 2013 года на пресс-конференции Клайв Палмер объявил о намерении построить современную копию Титаника. Планировалось, что Титаник 2 будет построен в Китае и сделает свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк в 2016 году, но путешествие отложено до 2022 года. Палмер надеется воссоздать Титаник 2 как можно точнее, повторить все внешние очертания оригинального Титаника. По его словам, Титаник 2 будет иметь длину 269 метров 14 сантиметров, вес 55,800 тонн брута и сможет разместить 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Кроме того, Палмер отметил, что Титаник 2 будет построен в память о погибших и выживших после крушения парохода Титаника в 1912 году. Изначально компания Романдиса, которая занимается возведением лайнера, планировала создать высокотехнологичную симуляцию, чтобы позволить туристам пережить момент, когда корабль столкнулся с айсбергом. Но инвесторам пришлось отказаться от плана после того, как ее не поддержали семьи жертв крушения и выживших на Титанике. Инвесторы утверждают, что объект в мельчайших деталях повторяет свой печально известный оригинал, от размера до самого оформления меню. Круизный лайнер расположится на территории международного туристического курорта Романдисаа 7 Star. Между тем, по ряду причин в новом проекте присутствует ряд изменений. Ширина судна увеличена для повышения устойчивости, на 6 метров шире оригинала. Вместо угольных котлов паровых машин будет использована дизельная электрическая силовая установка с четырьмя дизельными двигателями, ходовая паротурбинная установка. Добавлены подруливающие устройства и увеличенный руль. Таким образом, Титаник 2 будет маневренней. Добавлены лестницы запасных входов к существующим. Это самое крупное судоходное строительство на заводе Цзинлин, пассажирского лайнера, построенного в Китае. Сложностью считается, что на данной верфи отсутствуют сухие доки. В Китае показали, как идет строительство нового Титаника. Китае близится к завершению строительства копии затонувшего океанского лайнера Титаник, стоимость которого составляет почти 162 миллиона долларов. Новый Титаник будет точным воспроизведением оригинального судна. И это касается не только отделки и технических параметров, но даже меню. Копия легендарного Титаника, затонувшего в 1912 году, будет частью большого тематического парка в Сычуане, на юго-западе Китая. Круизный лайнер будет находиться на курорте Романдисаа Seven Star. Первый рейс корабля запланирован на 2022 год. Он выйдет из Дубая и отправится в двухдневный круиз. Компания-строитель одновременно является владельцем судна. На своем сайте она уже предлагает купить билеты на рейс. Для туристов, желающих остановиться в копии Титаника, стоимость одной ночи в стандартной каюте составит 3000 юаней, при этом более дорогие номера будут стоить около 100 тысяч юаней.